Добрый вечер, уважаемые наши ученики, уважаемые наши слушатели. Дорогие мои, этот тренинг я разработал для тех людей, которые работают на зарплату, для тех людей, которые хотят создать карьеру. Работал долгие годы, я пришел к пониманию, что большинство людей, то есть во многих компаниях большая проблема их сотрудники. То есть понимание сотрудников и понимание компании это два разные вещи. Получается, что то, что есть в голове компании, это одно, а то, что есть в голове сотрудника, совсем другое. Поэтому разработал такой тренинг о том, что как стать сотрудником номер один, а стоит ли стараться стать лучшим сотрудником, стоит ли вообще это делать. 97% сотрудников думают, что работают на дядя, только 3% людей думают, что работают на себя, 97% они считают, что они работают на кого-то. К сожалению, это так. К сожалению, это действительно так, что 97% они так думают. Как вы думаете, действительно ли сотрудник работает на дядя, на кого-то? Ваше мнение какое? Хотя это мировой опыт показывает, что 3% людей думают, что работают на себя. Сотрудники, 97% считают, что они работают на дядя. Как вы думаете? Ваше мнение хочу узнать. Часто говорят, что на себя, часто говорят, что на компанию. Давайте тогда внимательно подумаем о том, действительно, как это происходит. Например, скажите мне, пожалуйста, сотрудник сколько работает в компании? Если в компании трудности начинаются или компании не могут платить зарплате или какие-то сложности, у сотрудника всегда появляется шанс уволиться, пойти работать где-то. То есть это означает, что этот сотрудник работает до тех пор, пока в компании все хорошо, пока его устраивает все. И как его что-то не устраивает, большинство из них уходит в другом месте. Я был в грани банкротства, я это пережил, я это видел. Правда, 10%, 15% остается с тобой, это трудный момент, 90%, 95%, иногда 85% уходит. Уходит на пост, где им лучше, где им выгодно. И самое интересное, кто привел компанию на грани банкротства? Соседи привели компанию на грани банкротства? Или те, кто там работали? Те, кто работал в этой компании, за счет их непрофессионализма, за счет их недодуманных действий, за счет их, можно сказать, холодных отношений, Вот. Внимание, братья, вот это очень-очень важно, чтобы осознавать оказывается. Внимание, братья, на самом деле единственный человек, который работает только на себе, это кто работает на зарплату. Почему? Потому что пока работаешь, тебе зарплата дадут. Если не выходишь на работу, не дадут. Даже есть трудовая, скажем, дисциплина. Если ты опаздываешь или поздно пришел, вычитывать из твоего, если ты брал выходной, если ты попросил, чтобы тебя отпустили. Или обычно учитывать это все в табеле меню, судя твою зарплату, задерживать его. Получается, что если выходишь, получаешь свою зарплату, не выходишь, не получаешь его. Вот. А если дополнительные часы, тайм-драйв называется, да, тайм-драйв, дополнительные часы работал, получаешь больше, не работал, не получаешь. Получается, что единственный человек, который на себя работает, это сотрудник. Почему хозяин компании работает на других? Потому что он сначала платит налоги, он платит экологию, он платит поставщикам, он платит таможникам, он платит растаможки, он платит государству, он платит зарплаты, он платит, скажем, комуслуги, он платит аренды, он платит банкам за кредиты, он платит все радиотелевидения, все-все, интернеты, всем им платит он. А если себе что-нибудь остается, тогда берет. Во многих случаях ничего не остается. Это выглядит так, что отсюда взял, немножко подержал и отдал. Отсюда брал, немножко подержал и отдал. Первое, чтобы стать сильным, лучшим сотрудником, который невыгодно увольнять вас, который компанию невыгодно заменить вас, для этого сначала надо первую мысль в голове закладывать, что я работаю на себя. Когда сотрудник не профессионал, когда сотрудник не является профессионалом, в конце концов он учится, работая учиться, в конце концов он приходит в рамки компании и учится. Он растет в рамки компании, в которой он работает. Чем компания сильно построена, чем компания достойно организована, чем лучший коллектив, лучшие, скажем, сотрудники, любой сотрудник среди этой команды быстрее растет. Внимание обратите, интересно получается. А сотрудник за счет чьей деньги учится? За ошибки сотрудника кто платит? За то, что он не доделал, не то делал, не до такого уровня качества делал. За все это кто платит? Платит компания. Итоги за любой ошибки сотрудника платит компания. У меня есть такое правило. Правило такое, что плохой сотрудник является помощником конкурентов только за ваши деньги. То есть получается, что плохой сотрудник не компанию помогает, он заставляет клиентам искать альтернативный вариант. Через плохое отношение, плохой сервис, плохой логистика, плохое качество, плохое обращение, или не свое время, не доставка, или не то качество давал, не так ввел себя и так далее. И в голове клиента появляются мысли, почему я здесь покупаю, почему бы мне не искать в другом месте. Давай я посмотрю другой сайт, давай я позвоню другим. Плохой сотрудник является, похоже, охранником, который гоняет людей с дверей. Который говорит, сюда нельзя заходить. И сами говорят, вы еще платите ему, чтобы он людей не пустил. Вот интересная вещь. Поэтому первая мысль, если любой человек, вы, кто бы ни был, если хочешь, чтобы реально добиться большего успеха и так далее, первым, чего надо научиться делать, надо первым закрепить себе в голове мысль, я работаю над себя. Когда вот это формируется в голове сотрудника, я могу уверенно сказать, что это сотрудник становится для компании самим дорогой кадром. И это как сотрудник становится лучшим кадром. И добывается очень большой уровень. И самое интересное, со временем он может добиться большие доходы. Поэтому, когда человек в голове держит такое понятие, что я же работаю на себя, я трачу свои годы жизни для себя. И плюс к этому, за мою учебу платит компания. И тогда сотрудник, у него появляются искренние отношения к своей работе. И можно сказать, эмоциональные. Он начнет больше любить свою работу, больше ценить свою работу, потому что эта работа делает тебя умнее, мудрее и так далее. Видите, успех стоит за отношением. Как относишься, получишь такой результат. Я повторяю, успех стоит за отношением. Как относишься, получишь такой результат. Как к работе мы относимся, работа так и кормит нас. Как к карьере относится, карьера так и растет. Вообще в любой параметре своей жизни. Ваше здоровье зависит от того, как вы относитесь к ним. И ваша любовь, семейные счастья тоже на таком уровне, как вы относитесь к ним. Ваша дружба, ваши взаимоотношения. Потому что во всей сфере жизни успех стоит за отношениями. Как относимся, получим такой эффект, такой результат. Вот. Поэтому первое, чтобы стать сильным сотрудником, надо, первая тема, о которой я сегодня буду вам говорить, как построить карьеру. Это очень-очень сильная тема. Я думаю, что если вы научитесь построить хорошую карьеру, вы будете двигаться хорошо. К сожалению, многие люди, оказывается, приходят в компанию не для того, чтобы научиться строить карьеру. Это плохо. Дерево в одном месте растет, дает плоди. Если это дерево, вы снимаете постоянно, разное место поставите, она умрет. Что заметили? До 30 лет большинство ребят прыгают с одного компания, с другую компанию, с одного отрасли, с другого отрасли. То они работают в торговле, то они работают официантом, то они работают авиакцией, то они работают. Где-то еще? Я не считаю, что это хороший подход. Хотя можно, да, попробовать что-то до 25 лет, может быть. Истажироваться, и помогать, или что-то делать. Но я не считаю, что после 25 лет это хорошее обменение, пригот с одной компанией на другую до 50 лет или до 40 лет. Это неправильно. Было бы хорошо, если выбрать правильного. Если вам 25 лет, лучше выберите хорошего лидера. Хорошую компанию, хорошего лидера. И рядом с ним научитесь. И ставьте перед собой цель построить сильную карьеру. Это очень выгодно. Очень-очень выгодно. Почему? Сейчас объясню, как это делать и почему это выгодно. И почему надо это делать. Сейчас время такое. И в будущем тем более становится такое. Почему тем более становится такое? Видите, со всего мира потихонечку информация становится более доступной. Раньше, если я был халявчиком, может быть, никто не знал бы об этом. Или иногда писали бы на трудовой договор. Но иногда это с трудовой книжки. А сейчас иногда порой трудовые книжки никто не смотрит. Но появляется онлайн. Где во многих местах регистрируется ваше имя. Если я один раз, два раз хитрил, получается, как сотрудник, в обязательном порядке появляется во многих. Как, например, плохой кредитной истории появляется в дальний момент, когда люди кредит берут, плохой кредитной истории появляется. И эти банки могут иметь доступ к этим базам. Очень ближайшее время, максимум год или два, поверьте моим словам, будут именно точно похожи на это. Как есть, например, сайт, где мы ищем кадры. Есть специальные сайты, да, которые везде очень много разумеем бросать люди. Мы рекламируем или ищем кадры. Как это? Хатхантер, да? Хатхантер или хатхантер. Господи, может быть, я какую-то букву неправильно озвучиваю. И, похоже, сайты появляются, которые будут рейтинг сотрудников. И тогда тем ребятам, которые не хотят быть профессионалом, рано или поздно, становится конец. Бригать с одной компанией на другой, она тогда становится нереально туго. Очень тяжело становится. Вот. Поэтому первая мысль для того, чтобы стать сильным сотрудником номер один, первая мысль в голове должна быть так. Я работаю для себя. Буду работать для себя. Вот в таком мысли. Даже работая в рамках чьей-то компании, я работаю для себя. Мне платят, сколько, сколько я делаю. Сколько результат я пронешу. Именно с такой мыслью надо работать. Вот Сергей говорит, что работаю для себя, но твое мнение никого не интересует. Сергей, возможно, вы прав. Возможно, и нет. Я ставлю себе на место вашего руководителя. Я, знаете, как я говорю своим сотрудникам, что такое коммуникация? Как вы думаете, что такое коммуникация? Напишите в чате. Потом я отвечу. Что такое коммуникация? Это означает, что если в чем-то профессионал, в чем-то хорошо разбираетесь, вы должны уметь донести этого. иначе откуда они людям я буду знать, что вы профессионал? Поэтому коммуникация это не то, что мы думаем с вами. Это вот как понимают нас другие. Я считаю, что если вы профессионалы, вы должны уметь донести свою мысль, должны уметь доказать свое мнение. Это очень важно, ребята. Хорошо? Я часто замечаю, что действительно во многих компаниях хромает коммуникация. Основная проблема в многих компаниях это коммуникация. Проблема у них не в руководстве или там сотрудниках, или там продукты, или, скажем, технологии, или чего-то. Во многом страдает коммуникация. Мы же люди. Один говорил одно, мы поняли другое. Потому что у каждого из нас есть свои воображения, свои восприятия, и мы каждый по-своему это воспринимаем. Вот почему сложно становится. Хорошо? Пойдемте дальше. Значит, помните, что, пожалуйста, во многих компаниях проблема находится именно связуши-звено. Связуши-звено. То есть, сами сотрудники по отдельности классные. Они очень хорошие. Но именно коммуникация между ними начинает привести к страданиям. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»